Вся страна соболезнует. Скончался заслуженный артист Александр Калашниченко. Заслуженный артист Российской Федерации Александр Калашниченко скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщила его жена Сюзанна Калашниченко во ВКонтакте. Причина смерти неизвестна. Вчера в 12 дня не стала заслуженного артиста России Калашниченко Александра Александровича, нашего Сан Саныча, многоточия. Написала вдова актера. В комментариях поклонники передали семье артиста искренние соболезнования. Напомню, в ноябре Калашниченко был госпитализирован в реанимацию с обширным инсультом. Артист находился в крайне тяжелом состоянии. Актер родился в Новосибирске в 1966 году. Затем окончил Новосибирское театральное училище по специальности артиста драмы и переехал в Пермь. По словам коллег, лучшей роли он сыграл в спектаклях режиссера Михаила Скомарохова. Кроме того, Калашниченко как режиссер поставил детский спектакль «Электронная бабушка» по произведениям Рэя Брэдбери. А также еще четыре спектакля был заслуженным артистом Российской Федерации. Почти 30 лет выступал на сцене пермского тюза. Играл в постановках «Кандид» Вольтера, «Ревизор» Николая Гоголя, «Вишневый сад» Антона Чехова, «Недроссль» Дениса Фанвизина, «Гроза» Александра Островского и многих-многих других. Как режиссер Александр Калашниченко поставил детский спектакль «Электронная бабушка» по произведениям Рэя Брэдбери, а также работал в режиссерском соавторстве над другими пьесами. Зрители запомнили его в многочисленных «Капустниках», где артист выступал в паре с Валерием Серегиным. Долгие годы Калашниченко вел также фестиваль театральных «Капустников» «Соленые уши» вместе с Татьяной Жарковой. Лауреат премии «Перми» в области искусства, дипломант областного фестиваля «Волшебная кулиса», дипломант 8-го Всероссийского фестиваля актерских «Капустников» «Веселая коза», лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства. В последние годы Калашниченко не работал в театре. Место и время прощания пока неизвестны. Продолжение следует...